Ну ты что? Привет, Анастасия. Я очень рад тебя видеть, потому что ты давно уже занимаешься этим ключом, да? Я попыталась посчитать 15 лет, наверное, или 16. А с чего ты начала? С чего это вдруг? Сейчас я вам расскажу. Просто у меня был какой-то определенный период, я вообще пыталась учиться на психолога. И искала поиск вообще решений каких-то определенных. И я... А тогда ведь интернет только начинался. И я каким-то чудом нашла записи эти первые. Я их помню, плохого еще такого качества. Мы проводили семинар, и там девушка наступала на стекла набитые. А, я показывал, что это фокус. Что если не наступать на отдельное острое стекло, то никто не порежется. Ну да, еще там девушка раскачивалась очень сильно, я помню. Да, да, да. Я помню, помню. Я... Ну, раньше я много это проводил. И ты с тех пор занималась, и чем это тебе помогает. И я потом хочу с тобой перейти насчет празднеств. Пару вопросов. Психологию празднеств. А ты сначала скажи, тебе помогает эта методика, или как ты ее пользуешься? Мне эта методика очень помогает. И я стараюсь ее доносить своим знакомым в различных ситуациях. Когда мне помогла конкретно эта методика, допустим, у меня был... Ну, у всех людей есть, когда вы теряете близкого человека. Да. И когда я узнала из новостей о смерти этого человека, у меня, честно... Я думала, я сойду с ума. Я каталась по полу. Я рвала на себе волосы. Я это прекрасно помню. А потом я понимаю, что в момент, что я сейчас сойду с ума, я начала качаться. Я сидя качалась вот так вот прям... Прямо сначала буквально во все стороны раскачивалась. Так. Сидя. Потом нашла свой ритм, я потом более-менее успокоилась. Вот мне помогало очень качание. Вот это раскачивание. Да. Это раскачивание мне помогало и во время беременности. Я, наверное, только на этом и выносила. Потому что любой стресс... Ты же понимаешь, нельзя там не принимать никаких лекарств успокоительных, ничего. Надо как-то себя успокаивать. Вплоть до того, что я качалась просто лёжа, когда не могла сидеть. Вот я себя ногой качала. Чуть-чуть хотя бы. И вот это меня успокаивало. Это для будущих мам очень важно и полезно. Да. Это очень важно и полезно, чтобы они родили легче. И чтобы родили более здоровых и способных детишек. Да. А вот. Буквально во время схваток я использовала вот это вот кручение, как девочка, как маленькая. Вот у меня всё болело, а я вот так вот качалась, крутилась. То есть буквально вот до последнего, да, вот только на этом. Во время сильного стресса, вот какого-то сильного стресса, больше отрицательного характера чаще. Либо надо себя заставить что-то делать, а я не могу через это переступить. Я зову для себя его лыжником, да. То есть я делаю вот эти движения. Тью-тарелочки. Достаточно долго. Кстати, после этого я начала заниматься лыжами. Я как-то никогда к этому к лыжам не имела интереса. И стала за это, купила себе лыжи. Смотреть какая наблюдательная. Видишь, ты самопознанием занимаешься от природы. Ты наблюдаешь за собой, смотришь, что у тебя получается, что тебе помогает. Ты связываешь одно с другим. Видишь, это упражнение так и называется лыжник. После этого я даже в школе не любила лыж. И вот научилась синхронизироваться. И я катаюсь на лыжах теперь и учусь мысли отпускать. Но я к этому еще добавляю. Я слежу за мимикой. То есть они делают морщин. Я стараюсь расслабить лицо и улыбаться. В тот момент вообще или в тот момент, когда ты на лыжах катаешься? Когда проходит такой стильный стресс, я начинаю следить за тем, чтобы у меня расслабились мышцы. И я подключаю улыбку, и тогда чуть-чуть мне легче. А когда просто кручусь как девочка, я всегда улыбаюсь. То есть я ставлю себе улыбку как обязательно. Очень хорошо. Ты, наверное, мою книжку тоже читала «Защита от стресса». Там как раз это и есть. Не нашла я вашу книжку. У меня это стоит в обязательном. Я пока только вот видео, которое я находила. Все эти видео у меня сохранены с тех пор. Там как раз есть. В этой книжке я тебе подарок пришлю сейчас в электронном виде. «Защита от стресса» на 96-го года. Там как раз таки и есть. Что когда вы делаете ключевые упражнения, если у вас что-то не получается, обязательно надо улыбнуться. Или сделать вдох-выдох, и после этого все легче идет. Да, ты молодец какая, инстинктивно все это находила. Молодец. Вот, еще я пробовала сочетать с медитацией Оши. Вы знаете медитацию Оши динамическую? А там как у него? Я много-много читал про Оши, но именно это то, что ты говоришь. Что ты имеешь в виду? У него есть динамическая медитация Оши, которая длится где-то 40 минут. У него есть отрывки по 10 минут. Вот я, там сначала ты, я уже даже сейчас не помню, короче, в один момент ты отпускаешь внутренний свой стресс, там, то есть там, не знаю, рычишь как обезьяна, там, или как тигр. Вот это элементы ключ-2, там, когда ты, я это называю, знаешь, как свобода на чистом поле, когда никого нет, ты там себе позволяешь и кричать, и рычать, и плакать, и боксировать, как будто ты наколотишь начальника там. Все делаешь, пары себя выпускаешь, а потом сидишь, и тебе так блаженно, так хорошо, такое благоденствие. Да-да-да, молодец Оши. Вот эти моменты. Вот это вот я все сделала, а потом я после этого, после вот этой вот, я начала раскачивание, проверить, насколько сейчас вот мой организм вообще работает, да, и у меня была какая-то просто безумная амплитуда раскачивания, то есть я допила, ну, не могу сказать, что я прям до пола качалась, да, но в обычной жизни так невозможно. Понятно, понятно, это легкий трасс. Вот теперь я тебя хочу спросить как раз-таки. Ну, если ты, во-первых, во-первых, если ты по Оше делала, что тебе ключи помогало, если там у него это все было? Нет, 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 дело в том, что у него качания нету. Я сложила это вместе, то есть я сначала сделала вот это, а потом уже я добавила качание. Понятно. Раскачивание, то есть я их вот совместила. Понятно, то есть ты шалтай-болтай, качание, все, что у нас в ключе, гармонизирующий биоритм, ты все это делала. А я тебя как раз хочу спросить об этом, о празднестве, о психологии празднеств. Меня с этим делом вообще познакомил такой, ну, его сейчас нет уже, Бройдман, Самсон Бройдман. Самсон Новый. Прекраснейший человек, прекраснейший филолог, он был известный филолог. И он мне рассказал про Бахтина. Бахтина, оказывается, был такой ученый, который писал о народно-смеховой культуре. Это вот празднество, гуляние там. Вот я тебя хочу об этом спросить. Ты не находишь, что там есть какие-то связи между хороводами, песнопениями и вот этими нашими приемами? Есть, можно сказать, чуть-чуть не совсем с хороводами, но я во время позитивного стресса использую лесгинку. То есть разогнать кровь, заставить себя что-то делать. Но я делаю как бы не полный танец, я делаю определенные упражнения, которые, в принципе, тоже близки к этому. Вот кабардинцы делают, кабардинские женщины, они танцуют в лесгинке. И я вон с вами под лесгинку. А что значит позитивный стресс? Я тут сейчас употреблюсь. Когда-то, да, связь там немножко нарушается, но ничего, ничего. Такой интересный, увлекательный разговор. Ну, стресс-то он разный бывает. Так. Так. Ну, скажи, когда негативный, когда позитивный. Что это означает? Ну, позитивный стресс, когда у меня какое-то радостное событие, но я понимаю, что он... Или, допустим, мне нужен какой-то сделать вот звонок. Вот, допустим, после вас я сейчас точно вот пойду. Что-то называю. Чтобы успокоить внутри эмоции. Аккуратнее с этими словами. А то я отпустите. Я потом жить буду. Ты понимаешь, что я делаю? Я пошутил. Ну, ты так прекрасно выглядишь. Ты такая умничка. Вот. Что ты говорила, что ты нам ножевым боем занимаешься, да? Я начала учиться. Я в школе занималась армейским рукопашным боем. Ну, что ты говоришь. Ну. Да, но меня туда папа отвел, потому что он хотел... Чтобы я могла защититься. Так. А сейчас я имею просто определенный страсть к холодному оружию. Есть у меня такое немножко. Что ты говоришь? Да. Молодец. И я очень люблю лошадей. Вот, кстати, синхронизация с лошадью, с ритмом с нее, когда ты попадаешь с лошадью. У меня есть такой. Да, это кизлярский? Да, здесь написано Хасаю Магомедовичу в подарок. Вот здесь написано. Это очень хорошая сталь. Да, это дагестанцы делают. Да. Я каждый раз приезжаю из Дагестана, привожу себе по клинку, и я без этого не могу. Ну, ты какая молодец. Значит, я попрошу кого-то из друзей, чтобы они тебя специально выточили. Ну, давай дальше. Давай дальше. Синхронизация с лошадью мне очень нравится. То есть, вот когда ты попал с лошадью в ритм, и тебе с лошадью повезло, вот действительно мысли все уходят. Главное, вот с ней, она свой ритм дает. Вот, я теперь знаю и могу всем сказать об этом, что когда детей возят на конях, катают, даже ДЦП, дети, страдающие ДЦП, они там легче себя начинают после этого чувствовать. Даже есть лечение такое. Я работал в одной школе, где у них были свои лошади, и там катали детей. Ну, там много чего было раньше. Вот, и это действительно так. И вообще, тигры, кошки, они все качаются, они делают такие ритмичные движения. Тигр, когда сидит в клетке, или лев сидит в клетке, он туда-сюда ходит по этой клетке, туда-сюда, как человек ходит, когда он нервничает, ходит туда-сюда по комнате. Снимает напряжение. Вот эта энергия, которая бурлит у человека. С рождения. Вот таким способом снимается, особенно, когда он принимает какие-то важные решения, там же, там в мозгу крутится выбор решений и так далее. И вот он, чтобы не зашкаливало, чтобы он не зацикливался, он сбрасывает вот этими повторяемыми действиями. И мне кажется, вот эти празднества, гуляния, там есть этот код. Там есть, мне кажется, и в хороводах. Когда люди это делают, они, как говорится, ближе к Богу, да, все дыхания поют. Они попадают в транс. В транс попадают, когда сбрасывается вся суета дня, бытовщина, и они выходят на это состояние, я бы называл это свободой, внутренней свободой. Это и есть приобщение к космосу, там, ко всему главному, от чего мы происходим, там, от капли альпиана до нас. Вот это синхронизация со всей Вселенной. Я так правильно говорю? Нет? Ты как чувствуешь интеллективно? У нас даже есть специальные названия хороводов, допустим, пульс Вселенной. Хороводный игровой праздник, который мы проводим, он разработан по специальной схеме. То есть люди трудятся уже давно, поднимают те давние знания, немножко их, скажем, к настоящему времени адаптируют. Я вам честно скажу, я перед хороводами своих ребят проверяю по вашей методике на разведение рук, на состояние стресса перед тем, как мы... Да. Вот. Я хотела в этот раз снять видео, у нас вчера была репетиция, но у нас немножко стояла другая задача, и я не стала в это вмешиваться, мы вызывали дождь над Сибирью, чтобы леса потушить. Есть и для этого хороводы. Да что ты говоришь? Да. Как интересно. То есть мы заходили в определенный... Мы сначала делали хороводную программу, немножко заходили в определенный стран, сделали мыслеформы и запускали это все. Все хороводы, которые мы вводим, они имеют какую-то высшую цель, идею. Мира, влада, дружбы, там процветания. Раньше наши предки хороводами лечились. Наши предки хороводами лечились. Человека ставили в центр и делали вокруг него там хоровод. У меня так получилось, что у меня образовались две шейные грыжи, и я свое тело... Во-первых, через ваш метод ключ, когда я понимаю, что я стрессую, мне страшно, я сразу не забивалась она. Там потаскают, потянут... У людей катарсис, люди плачут. То есть вот это происходит, отпущение этих модций. Я плачу всегда, то есть у меня вот это вот всегда проходит. Я стараюсь это не зажимать в себе, потому что сразу в шею отдается, если... Катарсис такой происходит. Это же разгрузочное движение, катарсис, да. Это... Хороводы... Простите. Хороводы базируются на трех ступенях. То есть мы сначала... Не буду такую заглубленную терминологию применять. Сначала мы заземляемся. То есть хороводы по определенному музыку... Музыка тоже ведь ритмичная, да. Мы держимся за руки и больше топаем. То есть такие... Снимаем вот этот вот стресс определенный. То есть мы топаем-топаем. У нас обязательно идет контакт глаза-глаза. Мы должны улыбаться, тянуть спинку. Ведущий все время это подсказывает, напоминает. Многие люди в начале праздника не могут смотреть другому, чем глаза. Сейчас люди на самом деле с великим трудом смотрят, имеют спокойный контакт глаза-глаза. Без проблем, без внутренних каких-то. Без каких-то колебаний. Потом, если нужно, я вам... Со связью что-то, да. Что-то со связью у нас. Ничего-ничего. Сейчас связь на вами. Готовы прислать книгу. Там все описано. Все эти схемы, если это интересно. Конечно, интересно. Я даже вот... Очень хорошо. Спасибо. Я очень буду ждать. Я хочу сказать, что у Блока была... Такой очерк был у Блока. Поэзия заговора и заклинаний. Там, что... Можно было даже из хоровода вынести потом рецепт вишневого варенья. Там, вся эта психофизиология, видимо, как-то работает. И коммуникация между людьми какая-то другая. Такая возвышенная происходит. Я вообще помню, моя мама раньше... Я когда маленький был, утром, она когда готовила детям завтрак, она всегда пела. А потом, прошли годы, она петь перестала. Ну, сейчас у мамы уже нету. Но я помню, я был маленький, и мама пела по утрам. Сейчас мало, наверное, кто по утрам поет. Я не знаю, может, и поют. Может, я старый стал. Может, все и поют по утрам, когда завтрак делают. Но вообще надо эти традиции восстанавливать. А как же? Они же оздоровительные. Ты пришли мне эту книжку, пожалуйста. А как твой ребеночек? Вот ты родила тогда, так ты говоришь, помогала себе этими упражнениями родить лучше. Ну, как ребеночек твой здоров? Да, у нас все в порядке, все хорошо. Нам четыре с небольшим. И он уже и считает, и все буквы знает. И к языкам у него стремление вообще. Он и поет, и пляшет. Ну, у меня очень развитый сын, да, такой вот. Ну, какой молодец. Как говорится, поплюй. Слушай, ну как это замечательно. По-моему, мы с тобой очень хорошо поговорили. Ты знаешь, мне кажется, нам надо с тобой еще раз потом встречаться. Потому что очень интересные пласты культуры мы затрагиваем. В связи с методом ключ. Это очень важно. Что ты хотела сказать? Связь опять, да? Связь. Ну да, я еще совсем мало рассказала. Мне бы хотелось сказать вам больше. Да, связь мешает немножко. А скажи, Солнце. Потому что с вашим методом я иду по жизни. Как с флагом. Как с флагом идешь. Ну, мне так отрадно это слышать. Значит, не зря я трудился. Слушай, а ты когда вернешься оттуда, из Рязани, в Москву? Я живу в Рязани, но я периодически приезжаю в Москву. Но вот сейчас у меня очень загруженный график, потому что у нас несколько акций. 15 числа будет Всероссийский день хоровода. Я все это время занималась согласованием вот этой акции. В Москве тоже будет. 15 сентября? 15 августа. Августа, объяви еще раз. Пускай все посмотрят и послушают. Пригласи их всех. Мы сейчас запись запустим. Пускай все знают. Пригласи, пожалуйста, всех туда. Кому интересно. Друзья, практически в каждом городе России. Петербург, Москва, Екатеринбург, Рязань, Калининград. В Мельбруне кто-нибудь тоже есть. Там тоже будет хоровод. Посмотрите новости, приходите в хороводы. Полечиться, порадоваться, отдохнуть душой. 15 августа. Следите за новостями в своих городах. Как замечательно. Как замечательно. А где они будут следить за этими новостями? У тебя там на Фейсбуке или ВКонтакте? У нас на Фейсбуке. Потом это все будет печататься. Допустим, нас будет поддерживать Министерство культуры на сайте. Будем вешать плакаты. Я думаю, что в своих городах они также будут работать. В Петербурге на Дворцовой площади ожидается около трех тысяч человек и более. В Москве в этом году мы сделали хоровод на тысячу человек. Нам даже дали рекордсменов московского. Это мощнейшая, на самом деле, энергия. Какие молодцы, а? Какие молодцы. Я буду делать в своем городе, в Рязани. Во благо рязанцев. Рязани, Рязанс. Что-то со связью. Ты в Рязани будешь делать? Еще раз, да, объяви, чтобы рязанцы тоже туда пришли. В Рязани ДК Приокский 15 августа. Площадка перед ДК Приокский 15 августа с пяти до восьми вечера. Да, и в Москве, скажи, чтобы тоже все знали. В Москве, к сожалению, я не знаю, какая будет площадка. В прошлом году в Коломенском было, а где сейчас? Если вы разрешите, я могу написать это всем потом. Где это будет? В Петербурге это Дворцовая площадь. Конечно, всем же это интересно и полезно. Конечно, напиши, конечно, напиши. Я тебе очень благодарен. Я тебе очень благодарен. Будем дружить дальше. И мы еще коснемся разных других тем. Ты такая интересная девочка, у тебя такое содержание интересное. Так что нам надо дальше двигаться. В нашей школе Человек будущего, Homo Futurus, это очень важно, когда у нас такие участники. Это замечательно. Это замечательно. Мы соединим здоровье, творчество, культуру, долголетие, молодость. И это наше будущее. И дети, чтобы вы были здоровы, счастливы и талантливы. Наша школа, наше будущее. Давай. Спасибо вам большое. Давай, целую. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok